Всем привет! Сегодня небольшой обзор покупок для рукоделия и не только для рукоделия. Их я покажу в конце и если кому-то эта тема не интересна, вы сможете спокойно отключиться и дальше не досматривать. Сейчас быстренько покажу вам художественные какие-то товары. Я их не заказываю никогда на Алиэкспресс, я покупаю все в магазине Затея, либо Леонардо. Быстренько показываю, так как несмотря на то, что у меня снято видео, чем я рисую, очень много поступает вопросов. Акриловая краска художественная, покупаю вот такая ладога в тюбиках, либо вот эта у меня декола текстильная. В принципе для рисования глаз особо я не увидела какой-то разницы, поэтому смотрите сами. Дальше лак для покрытия глаз глянцевый, акриловый, тоже художественный. Сейчас у меня сатен, пробовала и другие фирмы. Далее карандаши все у меня пастельные. Я использую на данный момент три фирмы. Это у меня вот такая вот Австрия, вот такая вот фирма. И еще также мне нравится Кохинор, но здесь уже все опознавательные знаки стерлись. Их карандашики мне тоже очень нравятся. Я не покупаю какой-то одной фирмы, потому как я покупаю карандаши поштучно. И смотрю, подходит ли мне цвет и текстура, потому как они тоже бывают разной степени мягкости. Дальше кисточки тоже всякие я беру там же, Леонардо. И вопросы по заточке карандашей, пастель я точу скальпелем. Либо можно использовать канцелярский нож. Точилка сепию обычно ломает. Карандаши у меня только пастельные. Мне нравится, что их можно растушевать. Сухую пастель я тоже покупаю в художественном. Здесь у меня есть и масляная пастель. Но в основном я использую вот эти оттенки сухой пастели. То есть два коричневых, потемнее, посветлее, розовый, красный, белый. Там еще кусочек совсем малюсенький, розовенького типа вот этого надо покупать. Уже закончился, можно сказать, черный, серый. Все в принципе. И последнее по художественному, что хотела сказать. Вот такой вот я сейчас использую акриловый лак. Фиксатив я перестала использовать. Он у меня закончился. Я перестала его покупать, так как все-таки лак, он более лучше вот это вот все закрепляет. Единственное, хоть вы лаком для волос покрываете, хоть вот этим лаком, хоть фиксативом, карандаш, он немного меняет цвет. Так же, как и сухая пастель. То есть какие-то темные цвета, они становятся ярче. А белый, он может вообще стать прозрачным. Поэтому прежде чем брызгать, потренируйтесь, посмотрите. Может быть вам какие-то белые участки нужно будет прорабатывать краской. Как я показывала в некоторых последних мастер-классах своих по рисованию. На все, что я заказывала, оставлю ссылки в описании. Но вы смотрите, на Алиэкспресс продавцы сегодня продают, завтра нет. Поэтому могут не все ссылки работать. Если вдруг получилось, что вы прошли по ссылке и данного товара уже нет, товар отсутствует, вы можете просто скопировать название и на сайте Алиэкспресс подобные товары посмотреть. Мне стали часто писать о том, что по моей ссылке запрашиваются паспортные данные. Дайте другую ссылку. Смотрите, у вас запрашивают не продавцы, не сайт Алиэкспресс, а именно они нужны перевозчикам. Многие перевозчики сейчас заполняют данные для таможни. И там как раз-таки необходимы ваши паспортные данные и ИНН. Других ссылок у меня нет. Если вы не хотите где-то указывать свои паспортные данные, вы можете также скопировать название товара по моей ссылке и поискать подобные товары. Я в этом проблемы не вижу. Один раз заполнила паспортные данные и никаких проблем нет. Тем более я пользуюсь доставкой в пятерочку. Не нужно стоять в очередях на почте, это очень удобно, поэтому смотрите, если у вас есть такая возможность, то тоже пользуйтесь. Но имейте в виду, такая функция доступна только для товаров, у которых стоит стандартная доставка Алиэкспресс. Там вы можете при заказе посмотреть способы доставки. И если стоит стандартная доставка Алиэкспресс, то вы сможете выбрать пункт самовывоза. Первое, что я хотела показать, это вот такие ручки. Точнее, это был набор, там было две ручки и 50 вот таких стержней. Мне очень нравится ими пользоваться. Конечно, можно использовать специальные маркеры для этих целей, но мне как-то удобнее использовать ручку. В чем же их фишка? А фишка в том, что мы можем что-то нарисовать, прочертить. А потом, если это бумага, удалить вот таким образом. Тут есть вот такая вот резиновая штучка. Либо, если это ткань, это все можно легко убрать утюгом. Но у меня утюга сейчас нет под рукой. Покажу вам с помощью зажигалки. То есть, смотрите, нагреваем, все исчезает. Набор из 50 стержней и двух ручек на сегодняшний день стоит 260 рублей с копейками. Еще такие ручки были в магазине Fixed Price. Там набор из трех ручек стоил 55 рублей. Пилот тоже подобная ручка. Я ей долго пользовалась. Ну, такая ручка я уже не помню. Она стоила 1 рублей 150-160. А так такие же у нее все свойства. Следующее, что я купила, это вот такие вот кнопочки. 7,5 миллиметров. Здесь 50 наборов, то есть 50 полных комплектов. Для того, чтобы их устанавливать, нужно специальное приспособление. У меня есть вот такие щипцы. Я их покупала в наборе. Это был вот такой набор. Он у меня уже старенький. Это у меня, значит, установщик люверсов. Больших, 5-ти миллиметровых. Также здесь установщик кнопок. То есть вот так это выглядит. Кнопки большие, маленькие кнопочки здесь не подойдут. Но 7,5 в принципе устанавливает нормально. Вот такое пробивное устройство. Здесь несколько видов отверстий. Вот таким образом переключаются. Следующие это вот такие липучки. Одна половинка пластиковая, другая на тканевой основе. Липучка неплохая. Она без клейкой части. То есть ее нужно пришивать. У меня два цвета. Черный и белый. Стоимость вот такой вот 6-ти миллиметровой липучки. 30 рублей. Плюс там доставка 25 рублей. Ну, грубо говоря, 50 рублей. Вам обойдется вот такой комплект. С бесплатной доставкой можно поискать. Но я не искала, так как, ну, в принципе, 50 рублей не так уж и дорого. Длина полтора метра. Следующий это вот такой вот магнитик. Очень удобное приспособление. Покупала его за 49 рублей. Крепится к пластине на швейной машине. Некоторые утверждают, что данные магнитики вредят электронным швейным машинам. Но, как бы, у меня проблем с этим не возникало. Сейчас покажу, как он крепится на швейную машину. То есть, вот мы крепим магнит. И можем регулировать припуск. Вторая сторона позволяет нам шить какие-то округлые детали. Если вам тяжело ориентироваться по данной разметке, то вот этот вот ограничитель очень помогает. И чтобы посмотреть, насколько же будет магнит влиять на внутренние детали швейной машины, я выкрутила вот эту вот пластину. И, смотрите, у меня есть вот такой ключик от швейной машины, отвертка. Как вы можете видеть, он прекрасно магнитится. И сейчас я устанавливаю магнит на пластину. С этой стороны магнитится. С внутренней стороны. Вот даже видно кусочек магнита. Магнитные свойства, они совсем ослабевают. То есть, с этой стороны у нас уже никакого влияния особого и нет. Поэтому, навряд ли они будут вредить каким-то образом швейной машине. Ну, это уже вы, конечно, сами решайте. Следующее, что я купила, это вот такая вот крафт-бумага. Но это не просто бумага. Это бумага для того, чтобы делать наклейки. То есть, эта бумага предназначена для струйных принтеров. Не знаю, может быть и для лазерных подойдет. Но у продавца написано, что она для струйных принтеров. Бумага эта не дешевая. Но здесь 50 листов. То есть, 50 листов А4. Вы можете себе очень много наклеек напечатать. Стоит она на данный момент 800 рублей. Я уже опробовала. Вот это я поставила штампик. У меня есть печать, я заказывала. В принципе, очень неплохо получается. И это я попробовала сделать наклейку. Ну, а для того, чтобы решить проблему ровного вырезания прямоугольников, квадратов, у меня есть вот такое приспособление. Я его уже давненько показывала, но сейчас повторюсь. Вот как раз-таки оно мне пригождается. Кладем листочек. Выравниваем как нужно. И обрезаем. Все. Получилось две половинки. Поищу старую ссылку на данное приспособление. Может быть, оно тоже кому-то пригодится. А если вы делаете круглые наклейки или еще какой-то другой формы, то вы можете поискать себе устройство, вырубку и делать себе фигурные наклеечки. Следующее, что я хотела показать. Это два таких вот устройства для установки люверсов, для установки блочек. Я уже показывала подобное устройство для установки маленьких люверсов. Это вот такой вот установщик и пробивное устройство. Сейчас я вам покажу на примере большой блочки, чтобы было лучше видно. То есть, видите, каким образом раскрывается люверс. Вот так. И мне не совсем нравится такая установка, так как она, если делать какие-то капроновые колготы, кукли, и планируется туда-сюда снимать обувь, будет ставить затяжки. Собственно, поэтому я поискала другие варианты. Киявку покупала в Ашане рублей за 100. Данный набор плюс еще пробивное устройство для люверсов 2 мм. Вот этот набор плюс 100 люверсов разного цвета мне положили. Четыре вида. Стоит 800 рублей. И сколько я не искала, на установку люверсов полтора-два с половиной миллиметра все наборы стоят 700-800 рублей. Также продаются отдельно вот такие палочки без данной детали. Стоит она дешевле гораздо. То есть, я находила за 300 рублей. Данное устройство для установки люверсов 3,5 мм. Мне обошлось в 200 рублей. 150 самоустройство плюс доставка. Я не искала с бесплатной доставкой, так как 200 рублей за набор это тоже не очень-то и дорого. Только время потратишь, выискивая бесплатную доставку. Несмотря на то, что я заказывала 2 мм установщик, мне продавец почему-то прислал установщик на 2,5 мм. Кто-то не заметит, может быть, этой разницы, так как у меня много разных люверсов, я разницу заметила. Я на него ссылку оставлю. Вы, конечно же, можете заказывать не у этого продавца, а посмотреть подобные. Данный же установщик, несмотря на то, что продавец пишет якобы он на 3 мм, он на 3,5 мм. 3 мм сюда не налезет. Поэтому имейте в виду люверс 3 мм, то есть они все замеряют внешний диаметр. Пожалуйста, 3 мм. Установщик 3 мм не налазит. Кстати, при чем, смотрите, здесь они 1 мм пишут вообще на нем, но это просто непонятно размер чего. Работают они оба очень хорошо. Данное устройство без люверсов в комплекте. Здесь, смотрите, сделано специальное такое углубление под размер люверса. Палочка с отверстием. И здесь тоже сделано вот такое углубление. Оно нам поможет красиво зафиксировать люверс. Смотрите, видите, просто красивый кружочек. То есть у нас нет вот такого вот цветочка. Вот, пожалуйста, на сумочке у меня стоит. Видите, как все аккуратно? Сейчас я этот вам продемонстрирую. Вставляю люверс. Устанавливаю. Здесь также сделана вот такая вот ямка под размер люверса, чтобы он у вас никуда не сдвинулся и стоял ровно на месте. Точно так же и здесь. Оно не очень заметно, так как деталь маленькая. Но вот здесь тоже есть небольшое углубление, в которое будет, собственно, край люверса заворачиваться. Итак, смотрите, ну супер же. Мне очень нравится, как это выглядит. Посмотрите, ну просто идеально. В общем, рекомендую обязательно. Далее я заказывала себе вот такие вот заклепки. Их называют еще хальнетены. Надеюсь, правильно выговариваю. Для их установки тоже нужно специальное приспособление. Но у меня его нет, потому как я их использую для других целей. Я на них хочу крепить бирки. Вот так вот. Раз, оно защелкивается. Раз, можно убрать. Очень удобно, например, на какие-то вязаные изделия бирочки крепить. Также их можно использовать как застежки на комбинезон. То есть, за данную клепочку будет петелька цепляться. Ну и, в общем, много где еще. 100 наборов стоило 100 рублей. Следующее, что я заказываю постоянно, это ткань. Смотрите, плюс этой ткани, она в отличие от бязи, не грубая. Она гладенькая. На ней удобно рисовать. При растяжении не видно никаких отверстий. В общем, мне она очень нравится. Вообще, проблема ткани для кукол состоит даже не в том, чтобы найти ткань сажевого плетения, а найти вообще, в принципе, бежевую ткань не так-то просто. Поэтому, если не хотите сами окрашивать белую ткань, или хотите именно хлопковую саржу, то я вам ссылочку оставлю. На данный момент отрезок такой ткани стоит 350-370 рублей. Это 50 на 160. Также я отдельно заказывала люверсы разного размера. Заказывала у одного продавца. Там доставка платная. Порядка 25 рублей. Цена зависит от размера люверсы. Например, двоечки я заказывала за 46 рублей. 50 штук плюс доставка 25 рублей. Следующее, это наклейки. Я тут уже повырезала термонаклеечки. Очень такие красивые, яркие, маленькие. Наклейки есть и побольше, и совсем малюсенькие. Цена зависит от того, какие наклеечки вы выбрали. Ну, примерно 80 рублей получается за лист. Следующее, это вот такие ресницы. 20 сантиметров, около 80 рублей. Можно купить накладные ресницы. Но я некоторым куклам делаю вот такие вот реснички. Следующее, это вот такие пуговки. Я их уже показывала, вдруг кто не видел. Такие вот малюточки мне очень нравятся. Можно использовать как пуговку, можно для украшения. Здесь четыре отверстия. Далее, деревянные бусины. 10 миллиметров, 30 бусин. Стоит 50 рублей. Бусины 8 миллиметров. 50 штук. Стоит также 54 рубля. На колено я использую бусины 10 миллиметров. На локоток можно восьмерочку. Далее, прозрачные пуговицы 9 миллиметров. Стоит 78 рублей. Если хотите крупнее, то они будут немного дороже. Следующее, это набор пуговиц. Я выбрала микс. Там можно выбрать только звездочки, либо только цветочки. 200 пуговиц. 146 рублей. Приблизительный размер пуговицы это 6 миллиметров. Следующая ножница зигзаг. Решила рискнуть купить на Алиэкспрессу. И в принципе, ножницы неплохие. Режут они хорошо. Но при этом стоят гораздо дешевле, чем покупать в магазине рукоделия. Обошлись они мне примерно в 500 рублей. Есть зигзаг 7 миллиметров, 5 миллиметров. Есть овальный край. То есть, несколько вариантов. Хотела сказать по поводу проволоки шинил. Такую проволоку можно найти в магазине рукоделия. Тот же Леонардо. Затея в нашем городе Тюмень. Также подобных много товаров появилось на Озон. И еще бусины деревянные. И вот такую проволоку я нашла вообще в магазине Ашан. Бусины 100 штук стоили около 100 рублей. Проволока там была тоже недорогая. Еще у меня часто спрашивают, чем же я набиваю игрушки. Я покупаю вот такие вот подушки в Икее. Самая простейшая подушка. Материал чехла похож на спонбонд. И стоит она недорого. Рублей 80, наверное. Если кому-то нужно, то вот ее артикул. Вот так выглядит наполнитель. Он очень мягкий. Если у вас нет Икеи, то, конечно, можете посмотреть в каких-то других магазинах. Сейчас в любом гипермаркете можно купить подушку. Это если вы не хотите где-то отдельно заказывать наполнитель. По рукоделию это все. Сейчас хотела бы вам рассказать еще о двух вещах, которые мне очень понравились. Вот такая вот штуковина металлическая, с зубчиками такое приспособление. Здесь пластик. Это приспособление для того, чтобы чистить катышки, какую-то шерсть. Данной щеточкой можно чистить какое-то пальто, грубую ткань. Она удаляет шесть катышки. Я вам покажу, как я чистила покрывало. Небольшой отрывочек вставлю. Конечно, не для всех тканей это подойдет. Допустим, плотный шерстяной свитер я ей чистила. Очень тоже хорошо все получилось. И еще вот такой вот у меня остался заправочный комплект для струйных принтеров. Обратите внимание, на каждом комплекте пишется модель принтера, к какому он подходит. У меня это Canon PIXMA. И еще несколько вариантов. Здесь указан номер картриджа. У меня как раз таки цветной картридж 446. Фирма Cactus и такой комплект для цветного картриджа обошелся мне в 420 рублей. Комплект для черного картриджа мне обошелся примерно так же. У черного набора было все то же самое. Только вместо цветных было два пузырька с черными чернилами. У меня струйный принтер. А многие наверняка знают, что картриджи на струйные принтеры очень недешевые. Принтер я покупала за 2000 рублей, а картриджи для него стоят по 1500 рублей. То есть мне нужно два картриджа, цветной и черный. Собственно, мне они обойдутся в 3000 рублей, а это получается дороже нового принтера. На полную заправку, можно сказать, пустого картриджа у меня ушло вот столько чернил. И, как вы можете видеть, мне хватит их еще не на одну заправку. Также необходимо покупать набор под свой принтер, так как вот эта подставка будет отличаться. Как вы можете видеть, они разные по размеру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok